Привет, YouTube. Ну что ж, настало время для короткого, но очень эмоционального путешествия. Поехали! Полет из Питера занимает 2 часа 40 минут. Не знаю, как у других авиакомпаний, но мы летели Аль-Италия, и нам на борту предлагали винишко. Согласитесь, приятное начало маленького отпуска. Рим прекрасен и очень приветлив для всех туристов. И вот несколько интересных фактов про Рим. Рим является одним из древнейших городов Европы. Кстати, день рождения Рима считается 21 апреля. Его отмечают очень шумно, красочно и весело. Базилика Святого Петра – самая большая церковь в мире. Масштабы сносят крышу. В хорошем смысле этого слова. Ход в базилику бесплатный, поэтому очередь занимают с утра. И разрастает цена очень быстро. Приезжайте пораньше. Если вы планируете охватить как можно больше достопримечательных мест, есть смысл задуматься про удобную обувь. Ходить придется много. Всеми известная фраза «Все дороги ведут Рим» родилась именно здесь. К концу 4 века нашей эры римляне построили 53 тысячи миль дорог по всей своей империи. Количество древних древностей в Риме просто зашкаливает. Нам повезло. Начало апреля не считается туристическим сезоном. Но человека-туристов было реально много. Вы только представьте себе, что более двух тысяч лет назад в этом городе уже был водопровод, фонтанчики с питьевой водой и общественные туалеты. Пить воду можно без опаски. Из фонтанчиков, которые находятся прямо на улице. Блин, это реально круто. Пили три дня и, слава богу, ни у кого ничего, никаких побочных эффектов не наблюдалось. Еще одна всеми известная фраза «Деньги не пахнут» тоже появилась в Риме. А произошло это так. Сын императора упрекнул своего отца в том, что тот ввел налог на общественные уборные. Отец, в свою же очередь, показал сыну все деньги, которые поступили от этого налога. И спросил его, пахнут ли они. Получив отрицательный ответ от своего сына, император сказал, а ведь они от мочи. Отсюда и произошло выражение «Деньги не пахнут». Мороженое, друзья. Мороженое божественно. Его нужно обязательно попробовать. Какая симпатичная птица. На самом деле эти птицы просто беспощадны. Только посмотрите в эти дерзкие глаза. Такая птичка может запросто обосрать весь твой день. Настоятельно рекомендую иметь вам с собой влажные салфетки или полотенца. Римский колизей считается одним из семи чудес света. Мало кто знает, что тут каждую ночь разбрасывают камни. Да-да, так как многие туристы пытаются прихватить с собой кусочек колизея на память. И если бы не эта мера, здание бы давно уже разобрали на кусочки. Нет, нам вот здесь можно пройти. Ну, с моста-то эпичней. Рим – единственный в мире город, который имеет на своей территории другое суверенное государство. Это Ватикан, которое также известно как самое маленькое государство в мире. Движение внутри самого Ватикана организовано, как в Икее. У каждой лестницы свой пиаметр. То есть вы все время идете в пиама, и у вас практически нет вариантов, куда можно свернуть. А мы только зашли внутрь и ливануло. Главное, ориентируйтесь на толпу. Куда идет толпа, туда, соответственно, можно идти и вам. Он довернется до меня, я хочу. Да, я поняла. Серединку записать. Сейчас, прикинь, остановится. Нет, нет. Сейчас подождем туда пока. Давай, давай, давай. Сейчас точно докрутится. Ползи давай. Не, не, он должен доползти. Ты че, издеваешься? Кстати говоря, у этого государства есть и железная дорога, и своя почта. А там не говорите, что не было. Кстати говоря, мы отправляли и себе открыточку, как напоминание из прошлого. И она пришла к нам через месяц. То есть из Италии до Питера шла где-то на месяц. А на этом у меня все. Увидимся в новом выпуске. Всем пока.